Владимир Путин во время послания Федеральному собранию озвучил новые меры поддержки семей с детьми. По инициативе президента беременным женщинам, которые встали на учет в ранние сроки беременности и находятся в трудной жизненной ситуации, установят новую выплату по 6 350 рублей в месяц в среднем по стране. Глава государства заявил о том, что с 1 июля детям от 8 до 16 лет, растущим в неполных семьях, назначат выплату в 5 650 рублей. Всегда трудно воспитывать ребенка в неполной семье. Причин здесь может быть огромное количество. Дело не в причинах. Дело в том, чтобы детей поддержать. Особенно трудно, когда такая семья находится в непростой материальной ситуации. Тем более, когда дети идут в школу, и расходы семейного бюджета объективно становятся больше. Поэтому семьи с детьми школьного возраста получат единовременные выплаты по 10 тысяч рублей на каждого ребенка. Эту выплату назначат и родителям будущих первоклассников. Деньги перечислят в середине августа. Также президент предложил выплачивать больничный по уходу за ребенком до 7 лет в размере 100% от заработка. Зачастую больничный зависит от трудового стажа. И получается, что для молодых женщин такие выплаты существенно ниже. Владимир Путин напомнил, что до 2026 года расширена и продлена программа материнского капитала. Теперь право на него возникает с рождения первенца. Раньше мы такого себе позволить не могли. Материнский капитал проиндексирован и составляет почти 640 тысяч рублей. С 1 января прошлого года обеспечено бесплатное горячее питание для всех младших школьников. И эта мера также стала подспорьем для семьи. Также он анонсировал, что до 2024 года будет направлено 750 миллиардов рублей на строительство 1300 новых школ по всей стране. 35 миллиардов рублей выделят на закупку 16 тысяч новых школьных автобусов. Также президент упомянул, что в прошлом году классные руководители в школах стали получать по 5000 рублей за классное руководство. И сейчас глава государства откликнулся на просьбу педагогов среднего профессионального образования. Установить такую же доплату 5000 рублей для кураторов учебных групп, техникумов и колледжей. Так как пандемия коронавируса еще не завершилась, Владимир Путин призвал горожан привиться от COVID-19 и сформировать коллективный иммунитет к осени. В рамках поддержки системы здравоохранения до 2023 года селы, малые города и поселки городского типа России получат 5000 автомобилей скорой медицинской помощи. Прошу правительство, Минздрав совместно с субъектами федерации с учетом текущей эпидемиологической ситуации расширить программы диспансеризации и профилактических осмотров. Запустить их в полном объеме с 1 июля текущего года для людей всех возрастов. Здесь важен максимальный охват. Поэтому уже в ближайшее время нарастим для регионов поставки мобильных медицинских диагностических комплексов. Пандемия негативно сказалась на российском бизнесе, поэтому президент поручил разработать к лету новые меры поддержки, в числе которых будут новые налоговые и кредитные меры. Помимо этого стало известно о продлении выданных в прошлом году бюджетных кредитов до 2029 года, а все долги по коммерческим кредитам, взятым субъектами Российской Федерации, сверх 25%, от объема доходов заменят бюджетными кредитами. Также компании смогут получить льготные кредиты на 15 лет с годовой ставкой 3-5% на строительство гостиниц. Губернатор Глеб Никитин комментируя послание заявил, что Нижегородская область готова к исполнению поручений президента Российской Федерации.